Добрый день, дорогие друзья! Это снова канал Поделки Самоделки и я Татьяна. И сегодня я делаю по заказу своих соседей подарок, домик, шкатулку. Я купила вот такие винные пробки. Их у меня около 40 получилось. Прокипятила их буквально 3 минуты, больше не надо. Разрезала несколько из них пополам. И несколько штучек я порезала вот на такие маленькие кружочки. Этими маленькими кружочками я буду украшать крышу своего домика. Ну а половинки пробок пойдут на строительство стен. Вот я приготовила донышко, стены своего дома, подложила пергаментную бумагу и стала склеивать основу. Я это делаю, как видите, из картона. Размеры вам тоже все видны. То есть сначала я приклеиваю все стороны домика, а крышу оставляю на самый последний момент. Вот все стороны у меня склеены. И теперь можно убрать лишний клей. Он обрезается легко. И основа готова. Теперь я сделаю дверь. Она делается из двух палочек от мороженого. Ширина двери ровно одна пробка. Ширина самой пробки. Вернее, длина пробки. Вот я приклеиваю клеем обыкновенным. Клей ПВА можно использовать. Я использую так иглю. Приклеиваю эти палочки. Немного вверху дверь у меня будет загибаться. Поэтому я легко обрезаю ножницами палочки от мороженого. И просверливаю отверстие. Теперь начинаем строить стены. Это лицевая часть домика. Сначала я приклеиваю четыре пробки с одной стороны. Вернее, не пробки, а полупробки. Теперь с другой стороны, посмотрите, в середине у меня должна тоже поместиться пробка. Здесь у меня будет дверь, если вы помните. Итак, четыре с одной, четыре с другой стороны. И верхнюю самую пробочку я также немножко подрезала и загнула. Так как дверь у меня не прямоугольная, а немножко загнутая. Теперь я примеряю, где мне нужно отрезать длину двери. Вот я ее легко обрезала. И приклеиваю на горячий клей. Дверь немного утоплена, но так задуман дизайн. Теперь приклеиваем стены домика. Они у меня состоят из двух полупробочек. Очень легко также мы их приклеим, одна над одной. И обратите внимание, что я буду делать, когда закончатся равные пробочки. Вот я приклеила снова две полупробки. И лишнее обрезала. Потому что у меня уже есть форма стены. Теперь я приклеиваю одну пробку, вторую пробку. Опять лишнее все я обрежу. А кусочки подклею. Вот что у меня в итоге получилось. Посмотрите, очень красивый и аккуратный дом. Это, кстати, новые пробочки. Еще мокрые, не успели высохнуть сзади. И сейчас я изготавливаю концы венцов моего домика. Вот я разрезала пробку пополам. Потом каждую половинку на четыре части. И чуть-чуть еще обрезала края. У меня получилась вот такая интересная деталька. Их у меня было несколько. Ну, вот сначала мы из пробки сделали дверную ручку. И начинаем кончики венцов приклеивать. Один в одну сторону смотрит, другой в другую сторону. Ну, в общем, все как положено. И такие детальки я приклеила со всех четырех сторон. Посмотрите, уже дом похож почти на самый настоящий. Займемся крышей. Если вы помните, я нарезала такие кружочки. Теперь мы эти кружочки будем приклеивать. Сначала один ряд. Потом между детальками второй. И снова потом повторяем как первый. Ну, и так далее. Ну, вот теперь обрезаем лишние пробки. Чтобы у нас крыша смотрелась поровнее. Не всегда все получается ровным. Вот, замечательная такая деталька получилась. И нужно сделать конек. Я его делаю снова из палочки от мороженого. Потолще я взяла ее. Вернее, пошире. Разрезала пополам. И вот у меня получился уже готовый конек. Правда, он немножко длинный. Сейчас я найду нужную длину. Обрежу и также загну кончик. И получится у меня очень красивая такая крыша. Вернее, завершение крыши. Теперь можно эту деталь приклеить. И то же самое я, конечно, сделаю и со второй частью крыши. Вот, приклеиваем. Смотрим с обратной стороны, чтобы все было ровно. Чтобы эта палочка выглядывала одинаково. Вот и готова эта деталька. Теперь нужно продумать небольшую такую веранду. Я сейчас буду делать отверстие специальное для крепления моей веранды. Вот я проковыряла, прорезала отверстие, такие щели. И сюда я вставляю двойную палочку от мороженого с одной стороны. То же самое я сделаю с другой стороны. А пока я покрашу мою шкатулочку изнутри черной краской. Можно, в принципе, любой. Можно отделать материалом, бумагой, салфетками. Не знаю, чем угодно. Что вам придет на ум. Вот такая у меня получилась красивая шкатулочка. Теперь я вставляю вот эти вот детальки. Все, вставили. Теперь нужно приклеить впереди. Вот такая держалочка получилась. Она будет придерживать крышу. И соединяем крышу. Теперь крышу я склею. Также горячим клеем. Это подставка, на которой будет стоять моя шкатулочка. Обыкновенный кусок картона. Я на него наклеиваю широкие палочки от мороженого. Вообще удобно, когда в хозяйстве есть разного размера эти палочки. Домик я сразу приклеила. И вот добавила такие столбцы для веранды. И завершение, так сказать, проекта. И добавим сюда еще столик из пробки. Я сделала такой. Ну и замечательный домик. Замечательная шкатулка. Можно хранить все, что угодно. Отличный подарок. Моя соседка визжала от восторга, что у нее получился такой замечательный подарок для подруги. Здесь, правда, можно хранить все, что угодно. Небольшие детальки. Если вам понравился этот проект, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями. А также пожелайте им и себе в первую очередь хорошего настроения. Всего доброго. Пока-пока.